Это тема, которая очень вовремя, очень волнительная, как бредные свечи, очень духовная, очень нравственная, чрезвычайная. Выше храбрик играла огромную роль в жизни русского человека, и особенно христианства. И на нашей территории областной надо было не просто найти кладбицы высшитые, но чтобы общаться с людьми жителями, накопить пулевые материалы, пулевые записи, которые могли бы объяснить значимость этих кладбинцев, духовную, нравственную, развитую тех кладбинцев, культуре, культуре, культуре и жизни областного христианства. И вот в одном направлении, в этом изучении художников, агонских, это тот, что в красный нить и проходит христианские мотивы, христианские вышивки, агонские. Какие были красиво вышиты христианские кладбинцы, Обязательно работают среди них такие, которые отражают духовное, нравственное и ревозное христианское 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 христианское. Праздники, в которых звучат специанские тематики, они вывешались в коллегах круговых бутылазых праздников – это Т vida? Новый год и были праздницы для малых праздников. Это праздники с названием местной церкви. На эти праздники приходили нарядные христиане, мужчины, женщины, а домой были спрашены полотенцами на христианской церкви. Сначала начнем. Вот это полотенце, которое могло постоянно бесить на христианской церкви. Что мы здесь видим? Мы здесь видим такое сооружение, напоминающее колокольник. И это сооружение тогда стоит древом. Интересно то, что древо могли называть выше тем и просто веточку. Почему? Потому что такое представление было от древесной формы. В любом случае, это древо. Мы нам рассказывали, что когда был первый выигрыш катал в деревне, то веточкой вербы выставили картину, чтобы она точно спрягала, выживала быстрее травку кушать. И называли эту веточку древо. Потому что эта веточка связана с планетом о жизни. Для основания это уже древо. И вот еще древним деревом и веточками подрастает вот это вот церковное сооружение. На верхом уровне не таково. Цепи сигнализируют, как по нашему материалу мы должны их заполнить, сигнализируют, что свет, солнечный огонь, да, все тому свою силу, в то же время они древние веточки и силы. Вышивка поздняя. Потому что здесь сочетание красного. Даже оттенки красного взяты, растяжки красного. Яркий красный цвет и растяжка вот такого оранжевого тональности. И черный цвет. Это поздняя вышивка. Идет в том, что подобные композиции могли составлять профессиональные художники, которые были неравнодушны к народным факторам, к народному искусству. И которые способствовали своим творчеством тому, чтобы в промышленном производстве могло быть занято изданием профессиональных альбомов для вышивки техники простой кистак и пандем. Эти альбомы очень сильно распространялись среди горожан, но они находили и до христианского населения. Потому что христианские парни, девушки были такой основной массой рабочей на фабриках завода, которые зарождались в городах. И они тогда возвращали свои размеры в деревню, привозили вот эти вот образцы для вышинки. И их родственники вышивали по этим образцам. Но была такая репутация очень, так скажем, явная. То есть мы целиком эти вот изображения перенимались. На что-то свое к нашему мастерецу обносило. Можно из нескольких изображений составить свое, которое я могу поделиться в своей конструкции, в своей композиции. Мы не нашли конкретно образец для подобной композиции. Но мы можем быть уверены в том, что она сделана, эта композиция, под влиянием вот этих компечатных писунков, которые дадут свой дом, специальных альбомов для вышивки техники простой. Она заменяет у нас, в Воронцовском крае, и вообще по всем российским временам, заменяет вышивку техникой набора, заменяет узорных качеств. Потому что эта вышивка, она не требует такого сочувствия большого времени. И она позволяет в то же время делать очень эмоциональное, очень насыщенное изделие. И здесь основное сочетание красного и черного. Сочетание красного и черного придумали вот эти профессиональные художники. Это очень эффектно. Красное и черное сочетается. Ради эффекта, ради эмоций, как будто бы припомнятой. А в крестьянстве черный цвет ниток, он был предков символом каких-то горости, невзгод. И когда сочетали красные и черные, то в крестьянском, в таком философском сознании, это была борьба. Сил добра и сил зла, невзгод. И обязательно эти точечки красного и черного. То для профессиональных художников, это было просто эффектное сочетание красного и черного, народного мастера. Это было такое философское понятие борьбы. Добра со злом. Ясно, да? Дальше. Так в чем здесь христианские мотивы? В том, что мы видим здесь сооружение церковное, которое подрастает в деревне. То есть, что христианское, 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 жизнь не может быть без идеи христианской. Древо жизни, оно связано с небесными силами, связано с волей Господа, без его воли, и с головы не удают ни вину особо. А вот здесь смотрите. Очень интересная композиция. разложена на фоне, мы видим, что это очень интересная композиция, разложенная цифонная сооружение, а уже очень интересная на фоне. мы видим рисунок, контур, который исследователя относит даже не языческое. Это языческие храмины, внутри которых статились идолы, христианские, идолы языческие. Но здесь вот эти вот сооружения превращаются в церковь, потому что на их ручке мы видим христи. они тоже подрастают и другие церковные формы. Вот этот интересный жертву отец, в начале 70-х годов, в одном из храмов священников. У нас была совместная экспедиция, и у нас занято изделие народного искусства, как разного, там, 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 она изучала иконы. И поэтому мы по деревням искали материал, и по храмам. Вот на одном из страны у нас связался такой интересный разговор с освященником, потому что он был тронут тех, кто смотрели в Евгении, и там интересуются христианцами. И вот теперь он для него не довезен, кто тут был ответственным. У нас строительство. Осталось. Воскресенье Достаточно братенцам Воскресенье Воскресенье той пилы магией. Это тоже было проявление внутри христианских мотив христианских христианских меж. И вот здесь видят воротенце очень длинное внутреннее А вот здесь мы видим, опять-таки, силу опухания и слепейных силов. Следующий участок. Посмотрим, потому что участок. Двуху старо-человеточки. Очень крупная листья. Кстати, вот эти чертеные бельюшки, очень крупного размера, они являются более позже временем. Не более позже временем, потому что у нас очень мечтательные сумки на конце полотенца. Двуху старо-человеточки, которые были другими временами, до сентября XIX века, они могут еще дополнять основные позиции. Потому что у нас платилцы, как только у нас есть контракт, они вышли на Пасху. Что такое Пасху, узнаете, да? Вот полотенце. Пасхальное. Тоже самое. Здесь мы видим крест, процветший. Такая молитва была нужна от крестьян. Ее можно было в любое время от молитвов произносить. А на Пасху обязательно. Воскреснет... Да Воскреснет... Это же не понимаете. Воскреснет Бог, даже говоря... В этом моменте говорится о том, что Иисус Христос спустился в престоле, и там он дьявола убедил, для того, чтобы дьявол не смещал свои энергии дьявольские, не смещал человеческие души. И чтобы человек познал под самим добро, красоту, любовь. Это как прескание анонитра. И этот крест с силой Иисуса Христа, он подседший. Вот тут мы видим крупные цветы, крупные цветы. То есть жизнь на этом кресте, видя вот эту яркую, извечную массу растительной древа жизни. То есть этот крест, он называется древом жизни, которое подсветает благодаря могучей силе Иисуса Христа, сумерзшего убедить энергию этого дьявола. Ясно, да? Здесь красное и черное. А еще способ вышивки, расскажите, пожалуйста. О способе вышивки подобное, расскажите, пожалуйста. Это простой крест? Это вышивка технических простого креста, классные черные умители, и этот крест создан под влиянием печатных рисунков. Все у нас вышивки, которые используются, они с атакутированы мастерицами, не все у нас имена атакутированы, то есть они все как-то любили названных, а для меня. И вот они все как раз являются таким творческим началом. Вот эти плотинцы, где заложено творческое начало. Хотя под влиянием печатных рисунков. Это односторонний простой крест. Вот очень интересная плотинца. Мы здесь один, два, три, да? А вот здесь, смотрите, вот две ноги и над ним вставлены. Это вот то знак свадебный. А что мы видим, N куклы и цифра 1, генетская. И вот эти плотинцы ознобожены в однодорских деревнях, которые они создавали. Однодорцы, помните, вот такие я вам говорю? Не помните, да? Это они, в основном, они имеют свои предпочтения. Да, это поначалу, поначалу. Потому что они сами были очень крестьян, государственные крестьян. Ну, а, конечно, они были под началом у посударя. И, конечно, они были благодарны посударям. У посударя не менялись в Россию. Тем не менее, они, каждому из них, имели подличные такие чувства. И желали, конечно, у посударя долгих лет жизни. И вот мы здесь видим два древа, просветшие. А в центре, очень характерно, типичное для галлианской среды, изображение древа свободной. А вот здесь мы с вами видим свадебный знак. Это посылание Николаю Первому долгих лет жизни, благополучия. И вот вот тот, кто будет ano, самополучкая. Очень сильная такая магнитва. То есть, чтобы Николай Первый у него устраивали, долго шил, долго правил и так далее. То есть, верно, полненческие чувства. Ясно вам, да? Очень интересно полотенце вот это, оно обнаружено в среде бальских городских насконках. Сама полотенце, как вы напоминаете, на нынешней территории Абовского района, Абовский район, у Вицхерлента бывший Абовский иез. До полотенца мы видим насыщенное, очень такой яркой синей символикой. Вот мы здесь видим глазун, который, конечно, перенят из печатного рисунка. Древо, в виде вот таких, в виде ствола с крупными розами. Вот обратите внимание, вот здесь, на глазе, в белых лунах выражено слово ЧУР. Сейчас я его увеличу. Прочитывайте ЧУР. А в центре этих букв красненькие вставочки, вот он, ЧУР. Прочитывайте ЧУР. Ну, это беременное такое личное божество, не а то божество, но очень нужно больше человека. Вы, по-моему, на плодице, вы, по-моему, застали, как-то как-то приговор, что ЧУР у меня, ЧУР у меня. Да? Слышали, наверное. То есть такое белкое божество, которое отрождало человека от вот их неприятностей, отрождало его территорию, его дома. И вот это божество помещает мастерица в виде, как или нет, вообще это вот ваза. Хотя сама ваза взята из печатного рисунка. Слово ЧУР, конечно, надо было этой ливтурской. Это задумка. Дальше, что мы видим на этом? Стала-джинце. 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 Ну это опушула, в это опушуло дерево. Это тоже не случайно. И тут деталь, это зависит от того, что трацинце тут слабенная. И мультивиция его адаптировала, когда ее ожидали, ну, ожидали такие торжества сваденные. Почему я это утверждаю? Вот так говорили, сваденные торжества звучали песни, посвященные недействиям. В этой песне говорилось о том, что, например, Машенька крыет по отсяду, она подошла к дешевому дереву, вот она поупает, и вот... Нет, король, глушит. И она хочет выйти замуж, такая символика, из чего вложена на чью-то в столочке. И, значит, даже вот эта асперт, эта плотенка, она готова выйти замуж. Это вот ее языческий чур, языческое божество, она сопровождает еще христианским элементом. Вот христианка, то есть она христианка, ну, это что он делает себя христианкой? Ее не смущает на то, что вообще христианкой она поверняется этому чуром. То есть христианское языческое, оно в жизни аромского христианца, как аромского христианца, оно сливается как бы в единое, так и сообразное целое. А вот здесь то же будущий жених, но я его вображении изображен, в том же, что жена, в постаршем церкви, в годах, в годах, в годах. Ну, кстати, только. Яна. Так что, очень интересно оплатился на свечное, на большее будем совершать. Имеет историку художественной ценности. Конец нашего фронта. Смотрите, какая борьба лучше черного и красного. Красный побеждает, черная роза, наверное, в центре, в центре внимания. Но красная роза ее побеждает своим красным цветом, посыщенным видом. Цвет крови, цвет жизни. Красный цвет. Их вышки яркие, хорошо. Очень красивое полотенце. Когда мне приходится с этой полотенцем выступать на конференциях в Санкт-Петербурге, в Москве, то публика, ученая, она просто под обаянем этого полотенца. Очень нам нравится всем. То есть, это полотенце, можно сказать, пошел в наш научный оборот. Центральный печаль. Дальше что мы не знаем? Вот очень интересная полотенца. Преструбляя ноги на уши, 10 мм. Такой первый поэт, современный Пушкин, как «Кольцов» Алексей. Он сочинял в суде по-другой сихторине. Одно очень интересное по тексту содержание сихториня, которое привело большое распространение среди простых людей. Вы знаете, что простые люди, они в своем деле знали Пушкина, да? Это народный поэт поистину. И «Кольцов» тоже был очень принят, очень близко к растению людьми. Я вам сейчас вычитаю шториня, которое особенно его большой популярностью среди простого населения. Да, вот перед этим словом, что он был пупцом, поэтому сложили пупцом. Пупцом, он был нехотием. Его отец заставлял заниматься этим пусточеским делом. Отец был правцом, перегонщиком или пластеринником по торговле с картиной. Вот это пупецкое дело, оно не в душе было поэту. Но отец его заставлял очень жестоко заниматься немедленно делом. И постоянно в душе пупцом вот такая борьба. Или подчиниться отцу, или подчиниться своему политическому дару. Эта борьба душевная, она там сихотворение пеленное, я просто читаю. И вам будет понятно, почему эти стихотворения, вот именно эти стихотворения, было известно популярным среди простых людей. Почему оно так и было в душе. «Недавно ли горе было, гром по небу засакал, Славый ум в судьбах прошел, Холод в души уехал. Но не пал я от страдания, Гордо выдержал удар, Сохранил в душе желание, В теле силу, в сердце. Что погибель, что спасение, Будь что будет, все равно. Но святое привидение положить все равно. В этой вере нет сомнений, Ее жизнь моя полна, Ее жизнь моя полна. Бесконечное в ней стремление, В ней покой и тишина. Не грози, Не грози, что мне бедою, Не зови судьба на бой. Готов биться я с тобою, Ну не слабишь ты со мной. У меня в душе есть сила, И у меня из сердца кровь. Под крестом моя надела, На кресте моя любовь. В тот поэзе во имени Пушкина, В его поэзе был признан Пушкиным, Он его акцинировал. На все современные поэзе акцинили его, Старались как-то нравственно его поддержать. В этой его борьбе с духом отца, Который не презирал его за его политический дар, Теренется к тому, Что сын был родствен Вот этому традиционному делу. Он доволен с отцом. И вот это уше творение, Вот это творение с отцом, Оно выросло в такую силу, Огромную такую, Величавую, Очень сильную, По своему звучанию, Этическую, Такую, Такую, Таким образом сказать, Форму. И вот, Карсинальные художники, Они сочнили шахворение, То есть, прости, Сочнили композицию для вышивки. Крестом моя надела, Крестем моя любовь. Это процесс очень быстро расходился И среди гаража, И среди крестьян. Это одно из таких полотенцем, Что она здесь в Сизерею В качестве его репродукции Этого экрана. Мы принимали, Так же, поднять литературу По поводу этого полотенца. Но она, Наш, она не удовлетворила. Наверное, является, Она очень поверхностная. В том плане, Что почему-то люди, Которые находили это полотенце, Например, Для музейной коллекции, Они были, что и в руках лавона. Ну, потому что, Вот надела, Вот это вот, Это условия надела, Разображенные. Ну, потому что, Крестом моя надела, Это стерлянная любовь. Ну, материалы пулевые, Нам сидели все так и в руках. Каким образом? Каким образом? Ну, там, Деревня Анишня, Ценского района, Нам приходилось быть В одном из школ. И там, Людмила Николаевна, Учительница начальника класса, Она была экзаменом, Со создания школьного музея. Вот это школьный музей, И был со старинными комитетами, С помощью была там самовала, Там разные какие-то, да? Мы увидели в полотенце, Вот с подобной вышивкой, Со словами, Вышивая нам, Крестом моя макинь, Крестяная любовь, И на этом полотенце, Прицеплены медали, С которыми, Примежали свое время, Вот людям, Замечательным людям, Вот уже твой села, В погибшее время, Великих Отечественной войны, Герои тогда и так далее. И каким это образом, Вот эти вот, Элементы, Эти предметы, Оказались на данном полотенце. И тут, конечно, Очень интересно. От этого, Начались наши призывания. Маклёса, Маклёса, Людмила Николаевна, Она завязалась, Такая выключенная на меня, Завязалась на переписку. Из этой переписки, Стало ясно, Что в детство, Эта полотенца, Что она все смутно полнула, Дом, Своих родителей. Эта полотенца, То, Украшала, Вот эти, В деревнях, Есть потолще аромки, Фотографии созданы, Всех волосников, Да? Видели, И, Когда они, Даже городской шифр, В жизни, 50-й год, Такие, Маклёшки, Сохранялись, С, Фотографии. И они, Обравняли, Вот эту, Фотографию, Похоже на полотенце, Похоже на полотенце, Похоже на полотенце, Похоже на полотенце, Как шутка, Как шутка, Как шутка, С этим полотенцем. Понимаете, Какая-то, Логика, Не состыковывалась, С своими сведениями, Из центральных, Печатных, Интересных. То есть, Авторы, Печатные, Печатные, Они просто вот от тебя, Что такое, Сантазируем, А по жизни, Что другое. Ну, здесь вот, Должны, Надя, Да? Да, Ну, здесь, Что-то, Катя, Такое, 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 Как правдив, Такое, Как правдив, Как правдив, Это правдив, Как правдив, Это правдив, Деревья, Олешня, Школьный бюзей, И, Оно, Получено, Мировой Николаевной, Васиной, Вот, Легвую снили, Это Надя, Это ее папушка. А правдив же, Мать бабушки, То есть, прабабушка. Это платится прабабушкой, было подарено Наде. Какое похоронное, получается, что она подарена Наде. И в осени какие-то похороны удачут. Это платится оберег. Под крестом моя ноги, на кресте моя любовь. Вот есть слова из молитвы. Она из молитвы, с такими словами. Под крестом моя ноги, на кресте вся жизнь моя. Вот эта молитва связана с будущим Божеским судом. И когда Божий суд наступает, то люди воскресают, поднимаются из своих ноги и держатся за крест. И вот значит, Господь их видит, там тебя за этот крест держат. Вот я, Господи, перед тобой. Вот я держу за этот крест. И крестом моя ноги, а я из могилы постала. А этот крест я держусь. На кресте вся жизнь моя. Вот, Господь, смотри, как я живу. Какие-то, какие-то, какое-то обои делали в земле. То есть каждый обчитывается перед Господом. А народу очень любили вот эти слова. Под крестом моя ноги, а на кресте моя любовь. Любовь к ближнему, к христианскому чувствуя. Любовь ко всему живому, прекрасному. Получается, что интерпретация, то, что это одна молитва, восстается, восстанет умерший из своих ноги, держится за крест. Но на кресте не жизнь моя, а жизнь моя, а любовь моя. То есть они, что это теперь Господа, что хорошего, что удоброго, они сделаны на земле. Ясно, да? Это комплектация в христианских чувствах русских и вообще русских постсов. Другой протекции, который мы, наверное, и закончили нашу жизнь. Да, это просто здесь выкидно. Вот те элементы, которые взяты из печальных рисунков, потеряны из печальных рисунков. Из каких состоится эта композиция. Просто вообще, наверное, полуцетия. Тут вообще прошло еще и было. Ну, вот это полуцетия, оно, что-то ли мы, создано, мы же Себе Миловичиной. Только Себе Миловичиной, как я там увидела на выставке, которая назвала дом народного творчества, центральный дом народного творчества в нашем Армурске. И мне эта композиция понравилась. Она ее воспроизвела, но основной акцент у нее был на этом кресте. Она его крестила, вот эти виноградные волосы. Виноградный волосы – это символ христианочки. Это пасха, если вы попустили, мы должны были виза. Вот здесь мы видим палатинца праздничная. Большие праздники могут быть разрушены в Барске. Довы Барске, в Барске. И вот здесь вместо, как это было, больше певента у однодорцев, вместо магнитных текстов, вернее, фрагментов. И вот тут лилюшка, по угламу и с мстением земли. Одно из самых нарядных творченых волосы. Это вот варианты. Вот здесь такое творчество, с вот таким изображением стоит дом. Дома мужчины, с привесным таким движением. А на верхушке дома, вернее, на крыше дома, клести, где только можно. Клести помещали клести, чтобы туда светить то изображение, которое оно своими руками создаёт. Ну, может быть, это вот и только для нас. Ну, что, две-три минутки перерывчик? Ну, вопросы есть какие-нибудь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.